Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Матфея 13 глава, с 34 по 35 стих. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притч не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста Мои, изреку сокровенное от создания мира». Толкование. Блаженного Фефилакта. Псалом 77, 2 стих. Дабы ты не подумал, что Христос изобрел некоторый новый способ учения, евангелист приводит предсказания о том, как Иисус должен был учить, и именно о том, что Он должен был учить в притчах. Все. Ну, тут что толковать, ничего тут нету. Так и есть. С этим надо согласиться. И притча, иносказания, это особенно у восточных народов. Там все в притчах. Басни Крыловые, это тоже притчи. Мы иногда так делаем с намеком, с одного переносим на другое. Это все притчи, иносказания, сравнения. Легче запоминается, и не каждый обидится, так сказать. Матфея 13, глава 36, стих. Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему ученики его, сказали. Изъясни нам притчу о плевелах на поле. Толкование. Оставил народ тогда, когда народ не воспользовался учением. Он говорил притчами, дабы его попросили. Народ же не позаботился о себе, не хотел спросить и вразумиться. И таким образом Господь по справедливости оставляет его. Плевелами называют все, что растет среди пшеницы. Ковреду для нее, как и душе, лукавое помышление. Мне приходилось беседовать на эту притчу. Кажется, тут все понятно. Со мной работают, там Володя Болдырев, модалека. Реконструкция города из Китима была. Ну и кончится вторая смена, идем поздно. Ночь. И луна, снег. Ну все располагает, хорошие отношения. Я ему, ну время-то не теряю. Я просто не могу не говорить. Я ему рассказываю такая притча. Он выслушал, да, притча-то хорошая. Я говорю, ну а теперь ты, Володя, определяй, а к какой ты относишься к группе? Ну вот первое. Первое, налетели, птицы поклевали. Я объясняю, птицы при дороге, это демоны. Это тут дорога, это тут все у нас. Радио, телевидение, интернет. Прокатились по мозгам, затоптали. Ну, отвлечения. Да нет. Я многое от вас уже взял, слышу. Я уже на жизнь по-другому смотрю. У меня птицы не поклевали. Нету. Ну ладно. Второе, дальше, терния. Ну, это совсем не годится терния еще. Я не нарушаю верности жене, нигде заботы нет. Я нормально работаю, зарплата хорошая. Он все уже понимает и объясняет. Ко второй никак не относится. На третье прям сразу ухватился, уверовал, это именно то, что я искал. Ну, корня-то не было, глубокого размышления не было. В горячах. Всем каюсь, и я каюсь-то. Да я, нет. Я серьезно на все это смотрю. Ну, а третье, 30-60, сто крат. Ну, тут до меня еще далеко. Я ничего не приношу. Я говорю, больше нету, все кончилось. Да как так? Ну, а к какой ты-то группе относишься? Я тебе вопросы задал. Давай снова повторим. И мы до дома шли, и мы несколько раз по порядку. Еще раз, я еще шире раскрываю каждую земли. Это наше сердце, как оно воспринимает. Сердце-то с мозгами, с разумом. Все вместе имеется в виду. Он так и не мог себя определить. Где? Я говорю, да вот согласиться тебе легче всего с первым. У тебя утоптанные мозги. У тебя упрямство достаточно. Он тебя уже заметил, где. Ну, и все остальное проще. Ты сейчас придешь в телевизор-то будешь вечером смотреть? Да нет, сейчас уже все спят. А так? А в воскресенье чем занимаешься? В церковь идешь? Да нет, ну церковь-то у нас тут нет. А там в Новосибирск ехать. Ну, а что у тебя? Двое ребятишек всего только. Все здоровые. Вот Александр Устинов живет. Десять ребятишек. В Искитиме. И он едет туда. Он старобрядцы белокридистской иерархии. Тогда от Искитима 60 с лишним километров. А потом по городу сколько? Там еще, понимаешь, сколько? На электричке, с пересадкой. Он уезжает в субботу с ночевкой и не пропускает. Но если он пропустил, то дома он полную службу без сокращения ведет. И дети его с ним. Вот у нас в деревне его сын живет. Дети-то в отца не пошли. Ростом, говорит, пониже и духом пожиже. Как у Аввакума дети были. Эта притча-то не просто притча. Она тебя ставит на определенную ступеньку. И ты должен определить, где ты, чтобы подвигнуться к четвертому разряду этой почвы. Я приношу плод. Да. А вот во сколько? Я могу сказать о себе. А как ты? Я сразу, мгновенно перешел на четвертую. Тут же. Во-первых, у меня все было готово. Я любил нищих. Последние жертвы. Ну, все абсолютно отдал. У меня ничего не было. Три рубля останется. Я на три рубля пытался прожить. Ну, и вот Господь, видя эту ревность мою, Он меня избрал. Избрал, дал мне Святую Библию. Это еще до встречи со Христом по Библии. Это качества во мне уже были заложены. Главное, это страх Божий через мать мою, Марию Егоровну Чунареву, Лапкину. Бог вложил в меня. Дальше. Матфея 13, глава 37 по 42 стих. Он же сказал им в ответ. Все еще доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия. А плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. С жатвой есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангела своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Толкование. Здесь идет речь о ересях, которым попускается быть до скончания века. Иначе, если мы станем убивать и истреблять еретиков, возникнут возмущения и войны. А при возмущениях может быть и то, что многие из верных погибнут. Но и Павел, и разбойник, прежде нежели уверовали, были плевелами. И однако же, ради того, что в посте они имели сделать чистую пшеницу Христу, после, видимо, не были истреблены в то время, и впоследствии принесли Богу плод, а плевелы пожгли огнем Святого Духа. Посему не должно убивать еретиков, а должно удаляться от них и не вступать с ними в разговор, кроме тех случаев, когда это нужно для того, чтобы обратить их и опять сделать пшеницу. Если же останутся плевелами, то сами узнают, когда искушены будут огнем. Все. Ну, что тут сказать. Ни католики, ни православные к этому не прислушались. Сгнали еретиков. Официально только известная инквизиция пожрала 12 миллионов, а может даже и больше. У православных тоже было. Иосиф Володский тут вложил свою лепту, этот, так сказать, церковный Сталин. Все только уничтожение, пытать, каких только не было. У нас в книгах это отображено все. Ну, а что же с ними делать плевелы? Что делать? Оставьте расти то и другое дожатво. Оставьте расти! Ну, повтори несколько раз. А ты пошел... Это желание слух было. Давай выдерим их. Давай выдерим. Уберем. Не уберешь. Ну, давайте воевать с мусульманами. Давайте с евреями. И что у нас будет? Оставьте расти. Каждый делал... Он на это избран. Кем-то. Но не Богом. Он делает то, что может этот человек. Он убивает там. Ну, на это есть законы. Сажает. А ереси сказал не так. Там Жордана, Бруно, там Галилея, там Сервецы. Кто бы ни был, что бы он ни сказал где-то. Опровергни, если нет тебя. Ну, первые христиане же не посягали на язычников, которые с ними не согласны убивать их. Они штурмовые отряды, эскадроны смерти же не образовывали. А как только власть поднабрали, все, как у Мухаммадова. У него, говорит, в Мекке там одни были, писал уставы. А уже в Медении, когда Акреп пошли другие, это всем понятно. Они резко отличаются, эти суры и аяты. Потому что я пришел к власти. А наоборот, пришел к власти. Я теперь милость на всех распространяю. Милую, прощаю. Но тут было бы и понятно. Вот так. Матфея 13, глава 43 стих. Тогда праздники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Толкование. Так как солнце кажется нам блистательнее всех звезд, то светозарность праведников сравнивается с солнцем. Но они будут сиять светлее солнца. Солнце, правда, есть Христос. Праведники просветятся тогда подобно Христу. Ибо говорится, что они будут как боги. Да. Будет момент, когда все и всему придет конец. И праведники тогда воссияют. Надо стремиться к тому, чтобы, доверившись Богу, полностью положиться на Него. Это не означает крылья опустить. Трудиться напряженно. Бывает, что ты неправильно делаешь. Ну да, бывает, не туда поехал-то. Но развернулся, доехал, дороги нету, там размыло. Я повернул назад. Господь допускает такое Павла. С Павлом было. А Павел-то, наверное, не нам считай. Матфея 13, глава 44 стих. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Толкование. Поле – мир. Сокровище – проповедование веры и познание о Христе. Оно сокрыто в мире. 1 Коринфян 2, глава 7 стих. Ищущие знания о Боге находят его и все, что имеет, то есть и языческие учения, и злые нравы, и богатство точно сбросают и покупают поле, то есть мир. 2 Коринфян 2, глава 7 стих. Он что сказал, это описка какая-то, перевод неправильный, или просто иная сила побудила его написать так. Да кого ни спроси, никто так не ответит. Сокровище – это вера, а он именно проповедование веры. Даже не просто вера во Христа, и не Христос, а проповедование. Я не пытаюсь его опровергать, потому что мне это очень близко. Это именно так. Это означает, у тебя Слово Божие живое, и Христос живой, и хочется с другими поделиться. Он взял самую вершину, венец того, что заложено в этих словах. Откуда он это взял? От одной из самых таинственных мест толкования. У меня много есть такое в жизни, что я не могу объяснить. Вот, например, адвентисты седьмого дня. Они не имели учения о Троице, не понимали. И вдруг к этому пришли. Как? И они стали правильно исповедовать. Остальные заблуждения сохранились, а это правильно. А это правильно означает, что с ними уже молиться можно было, согласно первого, второго Вселенских Соборов. Их только, чтобы иконы не хулили. А дальше все семь соборов уже входят к ним. Хотя они ни церковь, не имеют закона, рукоположенный епископат священства. Ваши комментарии, Игнатий Лапкин. Когда проповедь и частное собеседование были устранены, то нравственности прихожан пришлось забыть. Церковь перестала отличаться от мира. Проповедь Евангелия, веры Христовой, вот основное оружие в правой и в левой руке благовестника. Библию он держит, раскрытой двумя руками. Вот так вот. Правая и левая, одной рукой не раскрываются. Я говорю, что такое правая и левая рука? Ну, два меча-то не держат. А вот я должен раскрыть. Вот я должен показать. Я должен считать. Ну, вот держит кто? Двумя руками. В правой и в левой руке. Потому что речь-то идет не о вещественном мече, а о духовном. Второе Калифином, 6 глава, 7 стих. Слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке. Еще не на подходе к званию пастыря, священника, архиерей, обязан совершенно точно знать кандидата. И ни в коем случае не допускать до этого поста безгласного, безязыкового, пусть даже и высоконарственного. Главное оружие проповедника – это язык, чтобы он был, как трость скорописца. Псалом 44, 2 стих. Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, письма и о царе. Язык мой – трость скорописца. Если в церкви нет проповеди, она обречена на вымирание, на бесплодие, полное вырождение. Прихожане превращаются в суеверных, темных и злобных, завистливых и скупых. Где нет евангельской проповеди, там тлен и смрад, невежество и тупость. Где нет проповеди, там извращенные мысли, настоящее мракобесие. Только слово Господне, вложенное во внимательные уши, благословенным языком проповедника, рождает истинный чад церкви, «Сынов и дочери неба». Римлянам 10 глава 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10 глава 15 стих. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги благоествующих мир, благоествующих благое. Слава Христу! Это истина так. Это действительно только так. Матфея 13 глава 45-46 стих. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороший жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Толкование. Настоящая жизнь есть море. Купцы суть те, которые странствуют по всему морю и стараются приобрести какие-либо знания. Мнение многих мудрецов представляют себе многие жемчужины. Но одна драгоценная жемчужина, ибо одна истина, которой есть Христос. И как обладающий жемчугом и часто держащий его в руке, сам знает, каким владеет богатством. А другие не знают, так и проповедь истинной веры сокрытой бывает от нерадивых и не хотящих искать ее. Но необходимо должно искать и иметь себе истинный жемчуг и отдавать все за него. Ваши комментарии. Да. Именно так. Я говорю то, что пережил, чем живу. Я не философ. Знаний у меня семинарских никаких нету. Книги их только пересчитал, запомнил. И что в академии изучают, это знаю. Но образования у меня никакого нету. Я просто строитель, техникум строительный, научился там на штурманах, и все. Все остальное постигал самостоятельно. Самостоятельно. Почти три года отдал изучению канонов церкви, какая причина толкования, Зонара, Арестин, Вальсамон. И Господь давал эти книги. И когда я беседую, ой, какой канонист. Я изучал, и поэтому я знаю, что это надо исполнять. Однажды было так, что я был в Синоде за рубежом. И там секретарь, епископ, на него нападают где-то, а я рядом оказался, там был приглашен в Америке. Ну, и люди-то, когда эти вышли, он говорит, такая неприятность вот эта. Я говорю, так они не правы. Как? Ну, я сознаю, что они правы, раз нападают, и проиграли как бы процесс-то. Я говорю, нет. Правило, Анкирский собор говорит, так, Гангерский, вот. И Трульский собор об этом напоминает, так вскользко. Да вы что? Он сразу открыл правду. Тут же их вызывают оттуда. Так вот же правила, которые мы не могли их нарушить. Я гляжу, и те успокоились. А у него там сидят, которые разрешают вопрос. Так, подожди, никуда не уходи, сиди здесь. Это вы на память знаете. Они думали, что я только Библией занимаюсь, а что Библией я знаю, об этом они не были в сомнении. Это митрополит Виталий тогда был, секретарь Ларион. Вот. Капрал фамилия его. Заходят следующие. Я гляжу, опять то же самое. А я в одном месте вижу, он не прав. Тут Архимандрит, греческий сидит. Я стал с ним беседовать. Я говорю, а вы понимаете, что вы сделали, развалили Русь старую, помогли Никону, Мордвину, вот эту ненужную, глупую, безумную мысль сделать всемирным патриархом. И дальше он ломил, ломил, а Библия была не на первом месте. Знаем, как вы знаете, объясните, он не может объяснить. Вы виновны, да, мы виновны, я не понимаю, он только говорил или как-то. Знание нужно, знание большое нужно, чтобы другому указать путь. А сколько, я спрашиваю в семинаре, а сколько сегодня правил действует-то? Ни один не знает. Я говорю, если вместе с Систиняновыми декретариями, то это 989, до одного правила я знаю. Как они там начали в семинаре? Я говорю, но сегодня 719 правил действующих, остальные временные были. Но это не все, я говорю. Главное-то, главное, что 413 из них, это 57 процентов, ежедневно, умышленно, целенаправленно нарушаются в церкви, отбрасываются, нарушаются. Ну где возможно на дорогах движения, если 57 процентов правил дорожного движения нарушаются? А какие соборы? Я указываю список, какие соборы. Как они схватились? Это надо немедленно печатать в семинаре, там в академии давать-то. Да бесполезно, они не будут. Это шалман. Кто они такие? Я жил рядом с архимандритом Арсением Кондратюк, и он говорит, ну и как тебе понравилось монастырь? Ну я говорю, понравилось, потому что ночные молитвы, как там все вот это. Эх, понравилось. Да кто это там? Там шпана сегодня собралась. А я говорю, как же так, книги печатают, книги. А у нас коров было там, 200 коров, куриц было 3000, они строили, то есть много земли, обрабатывали. он с той позиции смотрит, мы людей кормили. Я говорю, так они печатают сейчас, они на всю Россию высылают материалы, мы о вас узнали-то. Шпана. То есть он богатырь такой, он работал, он на тракторе, он пруды там копал, и надо узнавать, что главнее это. Это оставить можно. А теперь-то в хозяйстве нет ничего. Почему? Молодая братья, вся на типографские услуги пошла, там работают. А мне эти курицы-то не нужны, главное-то вот что. Я был очень доволен, с типографией побыл. Привез книги, не переплетен. Ну, на, переплетчик, там реставратор, я их дома все переплел. Вот так. Надо на все смотреть просвещенно. Тебя чего-то нет, упроси, а у другого есть, не завидуй. А познакомься поближе, постарайся перенять. Прими его себе в учителя. Достигни его уровня, а потом иди дальше. Поэтому у тебя жизнь будет наполненной, красивой, с жаром в голове и в сердце, а не так, что холодный ум. Холодный ум это очекист, любого расстреляет. Ваши комментарии. Да. Чтобы люди искали этот жемчуг, истинную веру, необходимо проповедь, живое слово. И одна часть семени все же должна дать, все же, все же должна дать плод, хотя три части могут погибнуть. Земля должна жаждать этого семени. Даже самая вдохновенная проповедь апостола оставляла бесчувственным многих его слушателей. Принять или не принять проповедь, искать или не искать жемчужину, Бог положил в произволение каждого человека. Да. Людей нужно приучать к словам Божьим, установить его авторитет, в первую очередь, для самого проповедующего. Слова проповедника должны быть исполнены глубокой верой. Если человек не знает, что именно на этом поле, в этом месте зарыта жемчужина, то как он может приобретать это поле и тратиться в пустую? Для каждого человека в Священном Писании есть какой-то ключевой золотой стих, через который Господь найдет его. Проповедующий должен молиться, чтобы Бог открыл, позволил нащупать это уязвимое место, через которое душа раскроется на встречу Иисусу, как это было у Блаженного Августина, у Святой Евдокии. Проповедник должен знать Священное Писание почти наизусть и каждому человеку указать, где зарыта его жемчужина. Ну, это понятно. Дальше тут еще толковать не надо. Слова простые. Матфея 13 глава с 47 по 50 стих. Еще подобно Царство Небесное Неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и ввернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Толкование. Поистине страшно сия притча. И он показывает, что если мы и имеем веру, но не ведем доброй жизни, ввержены будем в огонь. Невод означает учение веры, которое переплетено с знамениями и пророческими свидетельствами. Рыбаки суть апостолы, ибо кого не учили апостолы, они убеждали чудесами и пророческими словами. Этот невод собрал от всякого рода варваров, еленов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников. Когда же будет он полон, то есть, когда кончится мир, тогда находящиеся в неводе будут разделены. Так, хотя мы и веровали, но если окажемся при всем без добрых дел, извержены будем. Напротив, те, которые имеют добрые дела, служены будут сосуды, то есть, вечное жилище. всякое действие доброе или то, или злое есть пища души, так как и душа имеет свои мысленные зубы. Имя-то душа будет скрежетать тогда, сокрушая таким образом свои деятельные силы за то, что имевший возможность делать добро не делала, а напротив больше творила зло. А тут толковать-то, собственно, нечего. Кончина будет определенно. Вот на нас мать говорила. А откуда выражение такое? Ну, не библейское, но из Библии выходит. Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. И это меня держало в кулаке в страхе до 23 лет, пока не встретил Евангелие. Поэтому главное начало мудрости, венец мудрости, страх Божий. Страх. Как бы не нарушить заповеди Божии. Бойся ада, бойся гиена, а главное, чтобы не потерять благоволение Бога. Вот так. Матфея 13 глава, 51-52 стих. И спросил их Иисус, поняли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен Хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое. Толкование. называют их книжниками, как людей, уже наученных закону. Впрочем, хотя они и узнали закон, не ограничивались однако законом, а научились Царству Небесную, то есть познали Христа. И таким образом стали способны износить и от ветхого, и от нового закона. Христос, который богат, потому что в нем сокровище премудрости. Он, уча новому, приводил свидетельство из Ветхого Завета. Так, например, Он сказал, отдашь ответ за праздное слово, это новое, потом привел свидетельство, от слов своих оправдаешься и осудишься, это ветхое. Все. Ну, слава Господу. Идем дальше. Все. Матфея 13 глава, 53-54 стих. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда, и придя в Отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у Него такая премудрость и силы, толкование. Переходит Он для того, чтобы и другим доставить пользу своим присутствием. Под Отечеством Его, разумея, Назарет, ибо Он в нем был воспитан. Учит в синагоге в публичном месте и со свободою, дабы впоследствии не стали говорить, что Он учил чему-то противозаконному. Все. Слава Христу. Матфея 13 глава, 55-56 стих. Не плотников ли Он сын, не Его ли мать называется Мария, и братьево и Яков и Иосиф и Симон и Иуда, и сестры не все ли между нами, откуда же у Него все это толкование? Назаретяне по своему неразумию думали, что неблагородство и уничиженность предков препятствуют быть угодным Богу. Положим, что Иисус был простой человек, а и не Бог вместе, как они думали. Что же и при всем препятствовало им быть великим в чудесах? Эти несмысленные оказываются и завистливыми, между тем, каким надлежало более радоваться, что Отечество их произвело такое благо. Братья и сестры Христовы были дети Иосифа, которые родились ему от жены брата его, Клеопы. Так как Клеопа умер бездетным, то Иосиф по закону взял жену его за себя и родил от нее шестерых детей, четыре сына и две дочери, Марию, которая по закону называется дочерью Клеопой и Соломию. Тут толковать нечего, надо принять это только и все. Матфея, Матфея 13, глава 57, 58 стих. «И соблазнялись о нем, Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем, и не совершил там многих чудес по неверию их». Толкование. «Соблазнялись же о Христе и братья его, и вероятно говорили, что он изгоняет бесов в силу и зевула. Мы, люди, обыкновенно пренебрегаем своими домашними, а чужих уважаем и любим. По неверию их, он не сотворил здесь много чудес, щадя их самих, дабы не подверились тем большему наказанию, если бы остались неверными после знамений. Посему многих знамений не сотворил, а только несколько, дабы не могли сказать, если бы хоть незначительные знамения сделал, мы уверовали бы. И сегодня так же говорят, что чтобы сделать то-то, то-то, покажи это. У меня хозяйки, как сосед был, она рассказывает, а пусть бог мне пол-литра даст на похмелку. Она говорит, ты как безумно, да чего пол-литра, ты сам ее купишь-то. Он смеялся, пошли на охоту, и как там получилось, так стрелили ему, прямо в колено, или где-то все раздробили. И заразился, и пришлось ногу резать, а теперь вот это твоя бутылка. И как-то они встретились, как я у Литы Григорьевны жалею, вот эти слова сказал, это же я дурак был, меня бог наказал, молодой парень совсем, теперь на одной ноге прыгаю, вот и всего тебе и бутылка, и прочее. у бога все вымерено. Такие вещи, когда ты внимательно принимаешь сердцем, и тогда размышляешь. Они где-то были, говорят, один раз, и до того нам, говорят, ну где-то на покосе, что-то заблудились, и вышли на соседей. И пить надо было, а тебе не дали, у нас, говорят, только одно молоко себе взяли, ну молока хоть дайте, я умираю. Так и не дали-то, она как-то вышла все-таки. Но когда стала умирать, у нее только одно, принесите мне молоко от соседней коровы выпить, я умереть не могу. Она до того, говорит, удивленная была, корова, то у нас корова, мы готовились продать. Но я, говорит, там кринку еще там дала, и она не могла умереть даже. И родные, врачи, она только одно повторяет, дайте мне молока от их коровы, дайте мне молока от их коровы. То есть вернулась к тому же, что когда-то не напоила, вот этот человек будет жаждать, простирать руки к воде. Ну, считай, что этого не было, а все-таки оно было. Вот так. Это живые люди, которые без обмана живут, я им поверил. Это так, действительно так. 13 глава закончилась. Давай дальше. 13 глава из одних почти притч состоит о том, что будет суд Божий, и сначала плевелы будут взяты, все показывают, а никакое тысячелетнее царство тут не вмещается. А кто тысячелетнее царство, сначала праведника в Бог берет, наоборот, все перевернуто. Вообще не знают Писание. Матфея 14 глава, 1-2 стих. В то время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, и сказал служащим при нем, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Толкование. Этот Ирод был сын того Ирода, который избил вифлеемских младенцев. Из примера его пойми гордость властолюбивой жизни. Вот спустя сколько времени дошел до Ирода слух об Иисусе. Лица, окруженные знаменитостями, обыкновенно не скоро узнают о подобном всему, потому что не обращают внимания на людей, сияющих добродетелью. Ирод, видно, боялся Крестителя, посему решился говорить о нем не с посторонними лицами, но со своими отроками, то есть со своими домашними. Так как Иоанн при жизни своей знамения не сотворил, Ивангелие от Яна 10-41, то Ирод подумал, что он воскресший получил от Бога и дар чудотворения. Дальше? Да, дальше. Матфея 14 глава 3-4 стих. Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему не должно тебе иметь ее толкования. Прежде Матфея не упоминал об этом событии в жизни Иоанна, потому что цель его состояла в том, чтобы описать относящихся только к Христу. Он и теперь, конечно, не упомянул бы о себе, если бы это также не имело у него отношения ко Христу. Иоанн обличал Ирода в том, что он противозаконно имел жену брата своего. Закон повелевал брату взять жену своего брата только в том случае, когда сей последний умирал бездетным. Второзаконие 25.5. Но Филипп умер не бездетен, у него была дочь, та самая, которая плясала. Некоторые даже говорят, что Ирод еще при жизни Филиппа отнял у него и жену, и тетрарархию. Впрочем, как бы то ни было, во всяком случае поступок Ирода был противозаконный. Ирод не боялся Бога, но боялся народа, посему и удерживался от убийства. Впрочем, дьявол доставил ему удобный случай оправдать себя перед народом тем, что убил Иоанна по причине данной клятвы. Ваши комментарии. Очень большие даже. Давай, давай, давай. Я слушаю. Мне туда смотреть и не за чем. Я слушаю. Иоанн Златоуст, пользуясь этим местом священного писания, обестравший Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что и ты можешь стать мучеником. Пойди и обличи беззаконника, стоящего у власти. Как пророк причечья, не мог не знать характер Ирода. И вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление. Но он пошел и лишился своей головы. Подобно случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть и мы узнаем героев веры, обличающих стоящих у власти. Ян Златоуст, Максим Исповедник, Феодор Студит, Исааки Далмацкий, Метрополит Филипп и другие. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обличаемые, то нижестоящие у власти и простой народ возвращаются, привыкнув думать, что беззаконие не наказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ, вот что случилось с нынешним патриархом Алексеем? Патриарха Алексея потрясло введение Феодосия Печерского. 28 октября у патриарха всей Руси Алексея II случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской поездки в Астраханскую епархию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь и во вторник больного перевезли в Москву в ЦКБ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживанием последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что в действительности послужило причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахани с патриархом пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексея. Возможно, эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексея. Но кто в самом деле из знающих ладнокровность патриарха поверит в официальную версию? Впрочем, когда расстреливали Белый дом в 1993 году Риггер это перенос вполне спокойно, да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексий перед тем, как с ним случился удар, он признался несколько лицам, окружавшим его. Вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться, при этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт, ибо, как утверждает источник, Алексий, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, нежели на самом деле хоть во что-то верит. Однако в видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец монашеском одеяния, назвавший себя игуменом Феодосием Печерским. Как известно, это настоятель Киево-Печерского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православной Руси. еще при жизни почитался верующим как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом, в его светлых пронзительных глазах не было гнива, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что услышал от старца игумена. Отпали от Бога, ты и многие братья твои и к дьяволу припали, произнес святой. И правители Руси не правители уж суть, а кривители. И церковь потворствует им. И не стоять вам по правую руку от Христа. И ждет вас мука огненная, скрежет зубовный, страдания бесконечные, ащи не опомнитесь, окаянные. Милость Господа наша безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок. После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного не испытывал. Более того, всегда со скепетизмом относился к сообщениям о всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто указывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал «Не может быть, не может быть». Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал «Гипертонический кризис с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения». Перед самым критическим обострением состояния здоровья Алексий рассказал о своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже, немного придя в себя, патриарх заявил, что где у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказывал о явлении Феодосия несколько людям свидетельствовал, что растерявшийся Алексий пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которое его верли слова Феодосия. По мнению источника, Алексий никогда не расскажет о видении никому более. Тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый Святой Русской Православной Церкви и другие детали, а та же потрясение, которое испытал патриарх, говорят о том, что такой факт был. Обратим внимание на то, что Святой говорил о потворстве Церкви грехам правителей Руси, которых он именует кривителями. Иными словами, речь идет о честной связи государственной и духовной власти в России. Отметим также, что и сама судьба Ридигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен в Сан-Патриарха в конце Перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной России, когда Борис Ельцин уже вовсю заявлял свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышался вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опорой режима. Именно так было, например, в начале осени 1993 года, когда и россиянская власть, казалось бы, держалась на волоске. Так не связана ли нынешняя болезнь Патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется, связь церкви и государства действительно носит мистический характер. Но от Бога ли она исходит нынешней России? Агентство русской информации. Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? И почему не была продолжена речь преподобного Феодосия? По смыслу видений, какие были святым, здесь обязательно должны звучать слова, которые слышали всегда святые, такие, как Серафим Саровский, что Бог наказан в первую очередь за то, что не просто отступили от Бога, но именно от Слова Его. И Слово Божие заменили своими вымыслами. Или патриарх Ридигер Дроздов недосказал виденное в видении? Если же этого в видения не было, а его просто придумали, сфабриковали недруги патриарха и православной церкви, то фабрика сия сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх и сотоварищи не видят, во что превратилась организация, которой они столько лет руководят, которую называют Православной Церковью и Московской Патриархией? Абсолютно полное обмерщение, и нигде ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий Живеликий утверждает, что у верующих все иное, не только духовная жизнь, но и одежда, и еда, и походка. Настолько иное и так отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, незаваленного грехами места жизни, через который Он мог бы достучаться до нас и вынужден обращаться к нам только через видение и сновидение. Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом. Откровение от Него только через Слово Его и через молитву. Иеремия 23 глава 28 стих Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого Мое Слово, тот пусть говорит Слово Мое верно. Что в общем у Микина мы получаем сведения об одном видении якобы бывшем патриарху. Но завтра совершенно обратных видений будут тысячи. И все они будут подтверждаться и мироточением, и нетлением, и благоуханием. И все они могут быть от дьявола. Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносится молитва к Богу. Этот дух умеет вызвать доверие к себе. И этот дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть. Третье царство, 22 глава, с 20 по 23 стих. И сказал Господь, кто склонил Бахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Голуатском. И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, стал пред лицем Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, Чем? Он сказал, я выйду и сделаю духом лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И «И Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» И Иеремия, 23 глава, 11 стих. Ибо и пророк, и священник лицемеры. Даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Михея, 3 глава, 11 стих. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда?» Сафония, 3 глава, 4 стих. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его скверняют святыню, попирают закон. Человек, который любит Библию и считает ее как Слово Божие, в этом видении Патриарха ничего нового для себя не найдет. Ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. «Любите Библию, которая даст в миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко». Описание этого случая с Патриархом, бывшего или небывшего, дает надежду на то, что Бог сохранил неведомую нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворят деятели лжеправославия под вывеской Московской Патриархии. «Аллилуйя, сегодня достаточно. Я немножко тут покажу еще главное наше. Прям поближе подойди, чтобы не тресся аппарат». Я хочу показать наше сокровище. Когда мне впервые попало толкование Блаженного Феофилахта, мы были в Клайпее, корабль стоял, я успел законспектировать до 24 главы Матфея. И потом через несколько лет только снова нашел эти книги в Новосибирске, законспектировал, перепечатал и по ним вел занятия в университетах. Ну а потом вот Господь позволил самому издать трехтомник, но уже вместе с толкованием откровения. Вот чтобы так полное толкование на весь Новый Завет, это впервые. Я не нашел этого ни в Западной, ни в Восточной Церкви за 2000 лет. Каждая книга 752 страницы. Как они выглядят, эти? Они подарочные книги. Кроме того, мы долго искали возможности Дестава Дары как бы раскрасить, сделать. Вот оно раскрашено. Это несколько человек больше года этим занимались. Эти книги у нас есть. Мы их подарили в 444 библиотеки ближнего дальнего зарубежья в стране. Президентам, Путину, Медведеву, Патриарху, Лукашенко, Кадырову. И вот что у нас здесь есть. Сайт. 3W к истине1.народ.ру Вот он. Православный библейский сайт. А внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Вот его только откнуть, и сразу откроется форум. Вот он. Православный форум Игнатия Лапкина. Это 1400 тем. 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 А здесь вот 50 книг мной начитанных аудио, звук и видео. Надо откнуть и там посмотреть. А вот здесь 4124 ответа по темам. Ну какая? 55 папок. Что тебе здесь понравится? Литература, молитва, монашество. Вот что-то ткнул, допустим, молитву. Вот я ее ткнул. Молитву. Она открыла. Вот все о молитве. В каком томе? Вот какой вопрос? Чем лучше 10 минут молиться со слезами или в течение... Что лучше? Задают вопрос-то. Ну что лучше? Делать земные поклоны и тому подобное, но без душевного сокрушения. Так. Ткнул в него. Теперь вопрос этот. Сразу пошел ответ. Видите, как удобно. Это большой-большой труд был сделан. Не в один день. 4124 вопроса и ответа. Вот мы это имеем здесь. Это сокровище. Кроме того, у нас открылся, открытый живой журнал. Ну, живой журнал Игнатий Лапкин. Слова такие зарядите. Кроме того, у нас открыт православный видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Ну, тоже запишите там. Ютуб Игнатий Лапкин и канал. И все вы найдете. Почти тысячу роликов наших. Это, что мы с нуля строим православную деревню, православный детский лагерь. И благовестие наше. Здесь все это. Вот чем мы можем поделиться с людьми. Бог нас этим наградил, дал. И вот если откроете здесь, здесь вот 38 книг моих, которые я издал. И плюс 3 еще в интернетной версии. Все книги по 752 странице. Там ответы на все. Более тысячи моих проповедей в храмах. Ну, просто надо посмотреть, что тут есть. Тысячи фотографий. Отдельные книги. Вот к истинному православию отдельная книга в развернутом виде. Вот я в нее уткнул. Вот она сейчас открывается. Вот она. Слово Божие, Священное Писание. О молитве, о покаянии, о церковной дисциплине. К истинному крещению. Об исповеди, о священстве, о церкви, о посте. Вот о церкви. Я ткнул в нее. Вот она теперь все. Материал пошел о церкви. Вот я передвигаюсь, чтобы показать, сколько здесь материалов. Вот. Все на основе Слова Божия. Канона в церкви. На основании святых отцов. Святых отцов, что они говорили. И на основании жития святых. Это только одна тема. На весь экран большой. Это я проворачиваю только одну тему. Сколько здесь материала. На эту книгу у меня ушло около 40 лет я собирал материалы. Тут и профессора помогали, духовная академия. Но могу сказать, что такой книги тоже очень трудно где-то найти. Потому что она у меня рождалась из опыта. Я этим жил. Просто я жил 50 лет, занимаюсь проповеднической деятельностью, миссионерством. Вот о посте. Вот начинается о посте. И вот теперь о посте. Я опять проворачиваю. Вот. Жирный, что и на курсивом. Это из Библии. Жирный курсивом. Это выдержки из Библии. Обратите внимание, сколько. И сколько мест Писания здесь. Речь идет не о сотне, а о тысяче. Что нужно крещение только в полное погружение. Об этом я привожу 136 свидетельств. А кто лбы мощит? Волки лютые. Они ни одного свидетельства не могут показать. Кроме того, что прокляты они. 48.10 Еремея говорит проклят. То дело Господне делает небрежно. А крещение, ясно, что это дело Господне. Это не председатель профсоюза. И не секретарь. Не секретарь КПРФ. Это попы должны заниматься. Священники. А они этого не делают. Вот. Это одна. Теперь сколько? Когда? В какой день? Что? Все здесь указывать. Тем более, я брал не откуда-то, а из большого устава церковно-славянском языке. Издание 200 лет назад. Я работал с архивными книгами. Вот, допустим, о милостыне. Начинается ответ. Вот сейчас проворачиваю о милостыне. Ну, хотя бы так примерно понять. Вот все. Спасибо, Господи, от лжи. Ну, то есть, здесь ты в книгу вошел. Вот они. Какая страница. И вот она. Ну, что тут? Краткая история. Так называемое апостольское служение. Ну, что тебя заинтересует? Тот о семье. Только ткнул в нее. Вот она, пошла семья. Муж и жена, с отпоренной. И дальше все идет. Вот она. А семье сколько? Поэтому, если человеку это надо, он найдет. И найдет, не где-то найдет, а у нас в первую очередь. Потому что мы не только показываем, но эти книги, вот они во свете Библии. Во свете Библии они. И вот здесь вот справа идут эти вопросы и ответы. 4124. А отдельно, для Слова Божьего, они тут, Новый Завет. Вот они все идут. Милости просим. Я отошел. У меня тут, соединяю маленькие ролики в один ролик. Вот она, работа идет. Вот у нас, что здесь есть. Эх. Закладки по цвету российского флага. Красная смерть. Вся земля в крови. Синее, синее небо меня так манит. И третье, это Белый престол. Великий Белый престол. Это 22 глава, 11 стих. 20 глава, 11 стих Откровения. Здесь заложено все. Даже в этом. Слава Иисусу Христу. Пожалуйста, посмотрите. Оп, я тут еще показать, что мы имеем связь с желающими разговаривать. По скайпу, пожалуйста. Просто выходите на Mail.ru. Я показываю, что у нас здесь есть. А Mail.ru это большая, хорошая система. В Mail.ru работать приятно. Тут все, что здесь есть. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо.